Самым сложным русским поэтом для меня остается Сергей Есенин. Когда в школе нужно было выучить стихи этого поэта, это была просто настоящая мука. Едва ли не половину слов я не понимала. Нет, конечно, общее представление о смысле этих слов я имела. И все же было ощущение, как будто мы с Есениным на разных языках говорим. Вот, например, стихотворение. Я одену тебя поберушкой, подпояшу остроганным лыком. Упираясь толстой клюшкой, уходи ты к лесным повеликам. Но предположим, что слово поберушка я могу понять. Это человек, который попрошайничает, просит милостыню. Дальше понимания становится меньше. Подпояшу остроганным лыком. Логично предположить, что лыка это пояс, раз он подпоясывается. Что значит остроганный? Если от глагола строгать, то как это применимо к поясу? Будем искать точное значение слова лыка. Надеюсь, что тогда все встанет на свои места. Итак, если верить интернет-источникам, то лыка это полоски коры молодой липы и других лиственных деревьев. Применяется в изготовлении рогожи, лаптей и иной утвари. Другой источник уточняет, что лыка это внутренняя сторона коры деревьев. Верхний слой сдирался и оставалась такая светлая гибкая лента, из которой можно плести. При высыхании лык остановился твердым и очень прочным. Обычно из лыка плели лапти или корзинки. Но вполне может быть, что в некоторых случаях из того же материала изготавливали и пояса. Теперь понятно, почему у Есенина поберушка подпоясан лыком. Веревку или пояс надо было еще купить, а лыка вот он, он на каждом шагу растет и ничего не стоит. С двумя следующими строчками разберемся в другой раз. Я одену тебя поберушкой подпоясу остроганным лыком. Любите родной язык и учитесь его понимать. Увидимся!